Привет, меня зовут Лера Новоторжская. Сегодня я хочу вам устроить экскурсию по своей мастерской. Она располагается у меня дома, я живу в однокомнатной квартире, и часть комнаты занимает моя мастерская. Первое, что я вам покажу, это, конечно же, мою работу, которая висит на комоде, который станет следующим пунктом. И эту работу вы видели в одном из видео на моем канале. А здесь комод с текстилем под роспись, либо уже начатые работы. Здесь они лежат сбоку и ждут своей очереди. У меня по всему дому разложены маникюрные ножницы, так что не удивляйтесь. И здесь смотрите то, что вы где-то спустя время увидите у меня в инстаграме или у меня на канале. У меня тут куча отпаренных шопперов, потому что у меня появился отпариватель. Недавно я додумалась покупать на Авито супер дешевые кожаные вещи, чтобы их кастомизировать или использовать для выкрасок. Эту сумку я купила за 150 рублей, а эту куртку кожаную за 200 рублей. Этот тай-дай выглядит просто восхитительно. Хочется лишний раз показать. Здесь у меня лежат свеженькие, готовенькие работы. Вот только недавно я их закончила. Здесь перчатки, шоппер, лиса с мастер-класса, который так и называется лиса. Посмотрите, какая мягкая лисичка вышла. Кстати, сейчас из доступных обучений у меня стартует курс 16 февраля. А зарегистрироваться можно по ссылке в описании этого видео или в комментариях. Также здесь Wednesday, созданная ограниченным количеством цветов. Буквально три цвета, плюс белый, черный. И получилась шикарная Wednesday, мягкая, хотя я рисовала деколой. И это тоже был отдельный мастер-класс. И пока что кофта лежит здесь, мне нужно ее будет отправить. И я их складываю на виду, чтобы периодически ими любоваться как картинами. Именно поэтому у меня до сих пор висит моя прекрасная гермиона. Ну а внутри лежит нулевенький, новенький текстиль под роспись. Вот сколько ящиков у меня. И здесь два комода. Здесь у меня сумки, текстильные и шоперы. И детские вещи, потому что детских вещей у меня всегда значительно меньше. Я хочу показать вам, как устроено у меня здесь все в моей мастерской. Чтобы вы, может быть, вдохновились. Может быть, что-то вы возьмете для себя. Какие-то методы. Как что храниться. И, может быть, это будет ваша цель. Прийти к подобной мастерской. Здесь, кстати, у меня обложечки на паспорт. Здесь у меня ящик, где лежит все, что не влезло в другие ящики. А дальше у меня идут ящики по размерам. Самый верхний ящик у меня XS и XL. Он даже не открывается, потому что он на два размера. Здесь у меня S и джинсовки. Джинсовки из секонда. Мне очень повезло их получить. Кстати, вещи я складываю так, чтобы мне было видно прямо все, что там лежит. То есть они сложены и как бы вертикально стоят. Кстати, в самом конце видео я покажу вам, как выглядела моя мастерская в разные годы. И вы, возможно, удивитесь, если вы еще это не видели сто раз в моем инстаграме. Второй комод я купила спустя большое количество времени. Прошло прям много лет. Может быть, пять лет прошло. И поэтому можно видеть, что один у меня комод более желтый, другой более белый. От солнца один выгорел. Самый верхний ящик у меня мой графический планшет Vacuum. Если вы хотите купить его с рук, то пишите мне в директ или в личные сообщения. Я с радостью готова вам его продать. Дальше у меня ящик с тишью и всякими упаковочными бумагами. Далее с кожаными изделиями плоскими. Здесь у меня куча всякого красителя для тай-дай. Здесь у меня выкраски и текстиль для выкрасок. Здесь их очень много, и они все разные. Некоторые, конечно, я выкидываю. Дальше у меня идут начатые работы, которые я не закончила. А здесь мой портал в новогодний сезон, который я открываю 15 ноября и закрываю 15 января. И вот так выглядит этот угол. Конечно, он немножко перегруженный из-за того, что он максимально сейчас живой. Я не стала делать стерильную картинку. Все так, как есть каждый день. Здесь у меня готовится к росписи джинсовка. Я ее уже отпарила. У меня есть потрясающий отпариватель, который подарила мне мама на Рождество. А еще недавно у нас появился очиститель воздуха, чтобы можно было нормально дышать и увлажнять помещение. Здесь у меня термопрессы, начатое видео про заморозку красок, которые я не закончила. Набор для шилкографии, который нужно обязательно показать вам здесь на канале. И, конечно же, куча красок, которые я дарю у себя в Телеграме в рамках конкурса по росписи ткани. А тут у меня спрятаны холсты, которые я подкладываю под текстиль. Есть еще картонки для фото и для видео на столе. А здесь я решила сделать небольшую такую зону, значит, гладильную. Ну, вместо гладильной огромной доски я взяла настольную и положила ее на тумбу с колесиками. Тут у меня лежат кроссовки на очереди. Я накупила кроссовки, чтобы расписать. Вот эти вот кроссовки Фила будут расписаны для курса. А Nike подождут своей очереди. Здесь у меня обычный бытовой утюг и моя бязь для глажки. Посмотрите, как выглядит моя гладильная доска. У нее есть ножки, они кривые, на них она не может стоять, постоянно качается. И я их поэтому просто убрала, и она лежит здесь поверх моей тумбы с колесиками. Тумба стоит у меня около окна, а под окном очень теплая батарея. Поэтому зимой я постоянно ее откатываю подальше. Либо стараюсь выдерживать расстояние, чтобы краски не нагрелись и не испортились. Верхний ящик у меня в акрилексах. Следующий ящик у меня в Энджелусах. Посмотрите, сколько я их уже здесь у себя накопила. И не поверьте-ка, мне еще приедут несколько цветов. Мне прям хочется, чтобы у меня была широкая палитра. И я уже никак не переживала, что у меня есть не все цвета. Здесь у меня есть краски не для тканей, а миллионы. И всякие деколы по коже, например. И другие разные производители тоже на этой полочке спрятались. Но их здесь даже и не видно. Приятно похвастаться самыми первыми люминесцентными и фотохромными красками, которые были просто чуть ли не намешаны самостоятельно. Дальше ящичек фракталов. И здесь совершенно разные краски разных серий. Они абсолютно прекрасны все. И здесь есть тоже фотохромы для ткани. Есть также с моим портретом тюбики. И это очень-очень приятно. Здесь даже есть разбавители. И, в общем, огромный такой ящик полностью для фракталов. Моя мудрость с этими ящиками – это поставить вперед в ящике краску в коробочке, чтобы потом можно было просто достать коробочку и достать то, что там вдали было совсем удобно. А в другом случае вам будет это вообще неудобно. И я это все испытала на своем собственном опыте. И поэтому сейчас вы можете обратить внимание, что у меня на переднем плане всегда стоят в ящичках коробочки, чтобы можно было их легко достать и сохранить порядок внутри ящика. Прошлый ящик был с разными красками, кисточками и контурами. Здесь у меня влажные салфетки, нарисованная обложка. И еще шнур от моего аэрографа. И также коробочка с самим аэрографом, с самой кистью. Хранится у меня в этом ящичке. И также у меня здесь пачка белой бумаги, чтобы я могла просто срисовывать эскизы на бумагу, когда мне захочется и вздумается. Поэтому всегда под рукой. А в последнем мой архив некоторых эскизов и копирки. Куча копирок. Двигаемся дальше. Дальше мой бесконечных проводов угол. И также здесь упаковочные бумаги, всякий там фен, вся розетка, да, все розетки-удлинители. И также мой замечательный профессиональный свет. Это софтбоксы 50 на 70 сантиметров. И вот так ярко они светят. Там лампа размером просто с полутора литровую бутылку, по-моему. Помимо того, что это очень яркий свет, он оставляет более мягкую тень, чем обычная лампа. А это полка штатив и две полки для картин. У меня здесь энергетические заряжающие картины от Алены Шапарь и американские коробочки Ортеза и Энджелос. И краски, которые просто не влезли в ящик и ждут своей очереди выкраски. Или просто хочу, чтобы стояли на виду. И в видео, и просто в работе чаще я использую кольцевую лампу. Она у меня 26 сантиметров в диаметре. И у нее настольный штатив прикручивается к столу. И вот так она освещает стол. Мне кажется, просто замечательно выглядит. Кисточки я промываю не в стакане, а в старой турке. И чаще всего они стоят там тухнут, пока не придет время полоскать уже все. Разбавитель пока что никуда не убрала. Куча моих кисточек. А здесь у меня банка для мытья аэрографа. И привет Юле и деколе. Выкраска всех цветов деколы по ткани на отдельной специальной штучке, которую отправляют обычно в магазины. Так выглядит мой рабочий стол. Зарядка, планшет, водичка, чтобы попить наушники. У меня здесь штатив. Также, посмотрите, штатив стоит на Вайлберрисе просто от 170 до 500. И на нем я тоже чаще всего снимаю свои видео. Посмотрите, сейчас телефон я вставила в штатив. И просто замечательно можно снимать процесс своей работы. Здесь у меня три палитры. Листочек я не потеряла в битве. Он у меня упал на плитку и не разбился. А две остальные мне подарила Даша Лисенкова. Спасибо, спасибо большое. Благодарю каждый день. Конечно, у меня также много вещей, которые просто делают смысл. Например, украшение из бисера, которое мне подарила моя сестра. Зная мою одержимость новогодним сезоном, у меня здесь рождественский венок, который хранится на кольцевой лампе и украшает мою мастерскую каждый день. Лампа, кстати, у меня не просто обычная, она может светить цветным светом разным, совершенно разным. Может устраивать мне просто сумасшедшие дискотеки века. Вы можете сейчас это увидеть. Это просто ужас какой-то. Я чаще всего использую ее синий и фиолетовый свет для того, чтобы подсвечивать неоны, чтобы неоны светились у меня под таким светом. В стиле моих прекрасных тумб у меня есть здесь настольная такая тумба, скажем так. И здесь у меня хранятся маленькие люксартики. Также хранятся маркеры. Маркеры у меня здесь обычные, не для ткани. Это поска, молотов или просто акриловые маркеры, а также специальные маркеры для тканей и для кожи совершенно разных производителей. Просто битком забит весь этот ящичек. Есть также у меня немножечко раритета. Помимо всяких Дарви, Пебе, у меня здесь маркеры Икея. У меня есть два новых набора этих маркеров. Поэтому давайте тем, кто оставит развернутый комментарий по теме видео и будет подписан на мой канал, среди тех я разыграю два этих набора маркеров и отправлю по России бесплатно. Если вы из другой страны, то мы найдем, что вам подарить. Также у меня полно свечей. Вы знаете, да, что я очень люблю свечи в работе использовать, да. Сижу, кайфую тут со свечами и рисую. Также отдельный ящик Деколы, конечно же, под рукой сразу. Отдельный ящик Пебео. Отдельный ящик с карандашиками, всякими ручечками и компрессором, конечно же, от аэрографа. А еще у меня есть отдельный ящичек, где я храню открыточки. И вообще это безумно приятно. У меня есть такие разные знаки внимания, которые мне дарили мои ученики и подписчики. И я это храню. И мне прям греет душу каждый раз туда окунаться. С этого года я веду ежедневники. У меня куча ежедневников. Такие личные, да, там рабочие и так далее. И, конечно, главная гордость. Это ежедневник фирменный, Невская палитра, который мне подарили на Новый год. И я прям горжусь тем, что он у меня есть. И куча, конечно, у меня тут липучек от кошкиной шерсти. Краски, которые я вот только-только сейчас использовала. Здесь у меня стол. Стол 2 метра. Я поставила уголком, чтобы мне на все хватало места. И здесь у меня подарочек для победительницы розыгрыша в моей закрытой подписке. Чат подписка. Я его анонсирую в Телеграме раз в месяц. Здесь у меня баллончики P.E.B.O. на очереди на обзор. Их у меня, видите, много. И пока что руки не доходят обозреть, но всему свое время. Также здесь у меня, посмотрите, карта с ковром. Я в таком восторге, что я ее заказала именно с таким рисунком. И тут у меня еще одна тумба. Кстати, смотрите, лайфхак тоже. Я использую пакеты бумажные от каких-то покупок, как урну. Здесь у меня в первом ящике куча разных красок, разных производителей. И тоже, смотрите, стоят в коробочках. Все маленькие малевичи собрались тут. В следующем ящике у меня Марисы, Тарага и некоторые краски, которые никуда не влезли. И я их засунула именно сюда. Ну и, конечно, баллончики Лилак у меня разложены просто по всем ящикам, по каким только можно. А еще, смотрите, у меня здесь есть сменные кэпы, которые можно использовать для некоторых баллончиков. Но не для всех. Для Лилака это не подходит, к сожалению. А здесь у меня райский ящичек. Снова с Энджелусами, но уже с большими. Ведь в маленькие ящички такие огромные банки не влезут. И, конечно же, здесь Дарви, Альфа и контуры Пебел и Декола. Просто, наверное, это мой рай. Здесь, в принципе, может еще сверху влезть что-нибудь в положение лежа. И так я иногда и делаю, когда нужно экономить место. Но сейчас все влезает и так. Дальше у меня здесь Малевич, Таир, большие банки. И куча баллончиков разных. Также всякие специальные жидкости для кожи и губки и так далее. Тут у меня призовой фонд. И также здесь некоторые лоты будущей гаражной распродажи. Которые я просто туда складываю, чтобы не забыть, что я их хотела куда-то деть. А здесь у меня лежат толстовки, которые ждут у меня распаковки. И вот так выглядит моя мастерская. Основная ее часть. Я очень горжусь, что она у меня есть. И очень люблю свою мастерскую. А это моя бесконечно прекрасная кошечка. Ее зовут Клуша. И она сидит на пледике, который мне тоже подарила Невская палитра. С таким же дизайном, как и на ежедневнике моем рабочем. Клуша моя помощница. Она всегда готова оказать моральную поддержку. Готова прийти, просто запрыгнуть с пола прямо на рисунок. Сесть на футболку. И говорить, ну знаешь, пора тебе сделать перерыв. И начать гладить меня, а не заниматься тут своей работой. Но с кошкой мне, честно говоря, повезло. Потому что на самом деле она особо никуда не лезет. Хоть и благодаря ей разбились мои палитры. Но все равно в остальном она умничка. Она особо не вляпывается в краску. Это бывает очень редко. И она не мешает ни озвучивать видео, ни снимать эти видео. Так что не кошка, а просто сокровище. Конечно, я заняла и другие ящики. Например, ящик под телевизором у меня отдельный. Для моих начатых работ. Который я уже просто очень много лет не могу закончить. Ну, может быть, у меня пропал запал. Или не хватает дисциплины. Также шкаф обычный, да, наш бельевой. И здесь у меня хранятся коробки. А в самом низу у меня здесь есть мои дуршлаги для тай-дай. И всякие пупырки и конвертики. Ну и, конечно же, у меня есть еще один комод. Я повелительница комодов, да. И здесь у меня хранятся вещи в наличии. И отдельный ящик со всякими пакетиками, конвертиками. Визиточками и так далее. И вот тут отдельные ящики по размерам. С разными моими росписями. Такой двойной комод. Надеюсь, когда-нибудь он станет полностью личным. Конечно, я с этого не начинала. Начинала я со своей собственной кровати. Здесь на фотографии Клуши. 11 лет назад совсем еще котеночек. Потом я жила в общежитии, в коммуналках. Рисовала на раскладушке. И потом мне повезло переехать в Петербург. И где-то году в 2014 у меня появился стол. И он стоит у меня здесь до сих пор. Все остальное я уже покупала сама на заработанные на росписи одежды деньги. Если вы хотели бы попробовать себя в росписи одежды, то приглашаю вас на мой курс «Основы росписи одежды». Зарегистрироваться можно по ссылке в описании этого видео или в закрепленном комментарии. Спасибо, что побывали у меня в гостях. До встречи в новом видео. Пока!